Всем доброго утра! Я только что проводила всех своих и только-только проснулась или глаза протерла. Но смысл в том, что мне сегодня написали комментарии, возможно, мой подписчик. У меня их немного, но они для чего-то подписываются, им интересно почему-то меня слушать. Поэтому я просто не смотрела, кто мне написал. Но со мной поделились очень важным мнением, действительно, что, может быть, я перескакиваю, меня сложно слушать и так далее. Речь на уровне 13-летнего подростка. И я хотела вот о чем поговорить. Дело в том, что, создавая здесь видео, когда я их сюда добавляю, у меня нет цели стать блогером. Если бы я хотела стать блогером, с моим опытом рекламщика, с моим опытом работы в том числе и в журналистике, и в других сферах, я бы добилась успеха. Я знаю, как это делается. Я абсолютно точно знаю схемы, как это работает. От иду. Я это изучала на протяжении, потому что чисто с психологической точки зрения мне было интересно, как это работает. Я вообще изучаю НЛП в том числе для того, чтобы понимать, как работает мозг и для того, чтобы понимать, как люди реагируют на это, на все. Я читаю комментарии, как я развиваю, собственно. Я смотрю различные видео. Видео абсолютно разные, контент абсолютно разный. Я знаю, что Черниговская говорит, что мне нужно свой мозг напитывать, потому что все впитывает информация. Свой мозг напитывать в том числе мусором. Но я это делаю исключительно для того, я совсем откровенный мусор. Стараюсь не смотреть, я вижу, что это такое, и потом начинаю читать комментарии. Для чего я это делаю? Я это делаю исключительно для того, чтобы понимать тенденцию людей в соцсетях, потому что вокруг меня люди в соцсетях не сидят. Вокруг меня огромное количество людей, которые живут по иным понятиям. Я говорю не конкретно про себя, я говорю про людей, которые живут в соседних домах и так далее, и которые показывают иную тенденцию. То есть в соцсетях, читая комментарии зачастую и смотря видео блогеров, складывается неправильное ощущение, мироощущение того, что происходит вокруг. И этим пользуются напишники. Те, которым надо создать, в том числе внутренний конфликт между нашими странами. Этим очень активно пользуются, благо люди начали это понимать. Когда началось, чтобы вы понимали, когда еще коронавирус пришел, я это изучала. Потому что я дочка врача, и не просто врача, который всю жизнь свою дал. Он умирал, но шел на работу, чтобы понимать, какой человек. Он практически не хотел отдыхать, он на отдыхе, он думал, как же мои больные, им нужно помочь. Когда у него были сложности со зрением, он практически ничего не видел, продолжал читать ЭКГ. Вопрос в том, почему его там держали, а потому что пришла девочка, я это знаю, пришла девочка на смену. Благо ее, по-моему, не взяли. Вот. Которая сказала, а мне это не нужно. Я хочу, чтобы ко мне меньше ходили, мне меньше что-то делали. Вы мне обучите, как вообще быстро от этого всего исполняться. То есть у нее не было задачи действительно быть хорошим. Единственная задача была ее запихнуть туда родители, скорее всего. И единственная задача была побольше денег срубить. Такие люди тоже приходят туда. И папа очень сильно переживал из-за этого. Так. Тиховый человек, который все же не в этом проработал. И работал бесплатно, хотя у него возможности были работать, его неоднократно звали в платной клинике, зарабатывать много и так далее. Он всю жизнь работал за спасибо. И за спасибо работал не потому, что, скажем так, ему никто не давал возможности заработать. А за спасибо работал, потому что он приходил в эту сферу для этого. Он все себя отдавал, всего себя отдавал для этого. И крепкого папе здоровья. Люди, которые его помнят еще с Уваровым, они до сих пор ему желают здоровья. Потому что он действительно очень многих спас. Но вопрос в том, что тоже мог, наверное, ошибаться. Я корону папе на голову святого не вешаю, потому что врачи, есть врачи, человеческий фактор, есть человеческий фактор. И где-то действительно он, возможно, сделал что-то тоже неправильно. Но вопрос в том, что я это видела. Я училась на педик... Я не закончила медицинский институт, я училась на педиатра. Пять курсов педиатрии. И на пятом курсе окончательным решением уйти было настойчивое отношение одного педагога ко мне. Я просто увидела, как директор реагировал на этого педагога, который вынуждал меня платить. Когда я это увидела, это было последней каплей. Но на самом деле, вот тем переломным моментом было то, что в хирургии, когда я проходила практику с четвертого на пятый курс, я во взрослой хирургии, не в детской, в детской хирургии, у нас очень позитивная была практика детской хирургии. Я действительно... Я кайфовала. То есть, если бы у меня были возможности, немного другие, если бы я родилась мужчиной. Потому что все-таки... Я понимаю, что это клиширина. Есть женщины-хирурги шикарные. Есть такие. Но они на работе женаты. У меня была цель другая. Я для себя сделаю выбор, кем я хочу быть. Я хочу быть в первую очередь женой мамы, или я хочу быть каким-то супер-пупер-классным специалистом. Потому что одно с другим совместить не получится. Нет ни единой истории, которую я изучала из жизни людей, где получилось совместить одновременно и быть хорошим родителем. Хорошим, именно в понимании моем, полноценно дать ребенку до определенного возраста, сколько ему нужно, потом его спокойно отпустить. Это много ресурсов, ресурсов затратный. Быть замечательной женой – это тоже ресурсов затратный. И при этом быть хорошим врачом. Врач женат на рабочей. Это важно понимать. Мы все новогодние праздники отмечали на рабочей папу. И в 12 ночи мы очень часто в поликлинике. У них там был ночной стационар или дневной стационар. Там рядом была, получается, больница с поликлиникой. Как-то так. Я уже не могу понять, как это все организовалось. Так, чтобы папа в ночные дежурства там находился. Значит, там была больница, наверное, при поликлинике. Либо дневной стационар, он подразумевает дневной стационар. Там люди лежали. И он очень часто дежурил. Именно в ночные смены. И на Новый год это было не редко. И мы с этими палубами, с кастрюльками к папе туда, в его кабинет ходили. С метеострами вместе. Новый год отмечали. Слава Богу, в 90-х это позволялось. Не знаю, как сейчас, вряд ли. Сейчас вообще никого никуда не пускают. И врачи вынуждены на Новый год, который дежурит. Мы же тоже с сыном лежали в прошлом году на Новый год. И врачи вынуждены, которые на Новый год дежурят, от своих близких быть отдельными. К сожалению. Если бы это было у моего папы, то мы бы папу не видели на Новый год никогда, наверное. Ну, может быть, раз в 10 лет. Но вопрос в том, что я, с одной стороны, это все знаю. И у меня много друзей, хороших знакомых, лучших подруг, с этим связанных врачей. Я знаю эту ситуацию с обратной стороны. И как им тяжело. И тяжело с разных сторон. И очень часто они страдают именно от человеческого фактора. То есть от некомпетентности конкретных специалистов. И это не говорит, что они как врачи, может быть некомпетентны. Они могут быть некомпетентны с точки зрения руководителей. Потому что для того, чтобы быть руководителем, хороший врач не всегда станет руководителем. Это важно понимать. Тут немножко другие вещи нужны. Но также при этом, если ты не будешь врачом, как бывает, если ты не будешь, скажем так, хорошим врачом, то руководителем тебе стать очень сложно. Потому что ты не поймешь тех врачей, которые сидят на местах. И я это вижу, что не всегда, далеко не всегда причина того, что мы приходим и получаем неквалифицированную помощь, как обычные люди, заключается в том, что врач некомпетентен. Или врач сюда пришел именно убивать. Потому что есть такие. И такие есть, поверьте. И не потому, что у нас такое государство. Просто многие обвиняют государство во всех смертных грехах. Я вижу немножечко другое. Я вижу то, что нам нужно перестраиваться. Мы сейчас находимся на этапе перестройки. Причем перестройки не только наши в России, но и в той же самой Украине. И ближайших стран, которые относились к подсоевскому пространству. Вообще я бы сказала, что перестройка идет всего мира. И кто хочет, действительно, он пытается развиваться, саморазвитие получать и осознанность. У нас сейчас есть перегибы. Перегибы в плане чего? Перегибы есть в плане того, что мы либо во всем обвиняем правительство, либо во всем обвиняем конкретно, скажем так, человеческий фактор. Истина всегда где-то посередине. Всегда. Я не просто так, у меня имя Ирина, кто обозначает с греческого мир. Мне всегда хотелось, чтобы эта золотая середина, я ее люблю, чтобы она присутствовала. И я вокруг себя ее делаю. Я не хочу сделать людей супер хорошими, я не хочу сделать людей супер плохими, я вообще не хочу чужих людей какими-то сделать, потому что я уже переросла это все. И поэтому блогинг как цель в моих видео не присутствует. Ее здесь нет. И когда вы мне какие-то рекомендации даете, вы очень большая просьба воспринимайте их, вот посмотрев это видео. чтобы вы понимали, что у меня нет цели. Я, видите, я в обычной одежде, я не убираюсь вокруг, я не пытаюсь как-то очень трешево выглядеть и так далее. У меня нет задачи, я не пытаюсь мимишных котиков пускать. Если вам нужно, я вам дам бесплатный совет, если вам нужно развитие блога, просто развитие блога, там рекламу пускать, вам нужно постоянно, чтобы у вас одна и та же тематика была. Делать одно и то же. Но при этом делать это под разными соусами, под разными углами. При этом, чтобы это либо прилизная картинка была, допустим, мимимишные котики. И если вы будете снимать мимимишного котика, который уходит в туалет, и прямо этот процесс будете снимать, поверьте, у вас придут люди в том числе, но придут и будут говорить, фу, а вы получите таргетинг. Но они придут, а потом очень быстро отвалятся. Потому что если вы начнете снимать мимимишных котиков, негатив тоже получите. Какие-то определенные люди, неопределенные, которые брезгуют этим всем, они не смогут воспринимать мимимишных котиков нормально, адекватно. Поэтому блогинги хороши с мимимишными котиками. Где эти мимимишные котики, они постоянно мимимишные. Или где эти трэшевые котики, они постоянно трэшевые. То есть люди разделяются на то, что они смотрят. Есть люди, готовые смотреть большие видео, а есть люди, которые только вот такое смотреть, потому что их к этому приучили. И даже, знаете, это приучили их люди сами. Когда появились вот эти короткие видео, мы начали их смотреть, а они дают больше информации. То есть сейчас очень много дислексии и дисграфии. И Черниговскую, если послушаете, у меня есть это в лекциях очень много. Я не профессор. Если вы хотите слушать действительно умных людей, слушайте Юлию Борисовну, слушайте Черниговскую. Простите меня, пожалуйста. Мне с памятью бывает, из-за того, что магии не хватает, а мне с памятью бывают очень большие сложности. Сложности связаны с тем, что вот я где-то помню, где-то не помню. Я знаю, как зовут, имя, отчество я знаю Черниговской. И я сейчас не могу вспомнить. Мне нужно специальное видео, потому что если я потрачу время свое на то, чтобы его отредактировать, я свою жизнь потрачу на это на все. Не хочу сейчас тратить свою жизнь не то, что на человека, которого я глубоко уважаю, а на видео записываю его и редактирую его и так далее. Если я вспомню в процессе, я обязательно скажу. Но есть информация. Я обожаю эти лекции, да. У нас огромное количество действительно классных, суперспециалистов, которых очень приятно слушать. У них поставленная грамотная речь. Они не перескакивают так, как я, не перескакивают с темы на тему. Они всегда находятся в своей теме. Их очень приятно слушать. И если вы идете в соцсеть, вот ищите таких для этого. И вам нужна информация качественная. Ищите таких. Но я немножко не про это. Я про то, что я пришла сюда, еще когда изучаю вот эту всю тему, я пришла сюда еще с периода коронавируса. То есть я поняла, что люди очень многие зациклены на конкретных вещах, потому что они выгорают, как люди. Они ментально выгорают. Дети маленькие, вот я по своим детям вижу, по тем детям, с которыми я занимаюсь, они хватают информации отовсюду. У них нет вот этих вот жестких граней. Чем меньше грани у ребенка в этом плане информационного, тем больше они обширнее хватают информации. Почему? Потому что до трех лет у нас, когда ребенок рождается, у него очень много нейронов. Огромное количество нейронов. настолько много, которых не нужно человеку. В три года эти нейроны постепенно начинают отмирать. Есть такое поверье, оно не соответствует действительности, что после трех поздно. Но действительно есть такая вещь, когда большое количество нейронов, для чего это делается? Для того, чтобы ребенок разно устроен в разных местах участков мозга. Для чего это делается? Как я понимаю? Для того, чтобы ребенок смог выжить. У нас единственная задача человека и любого существа, абсолютно любого, до самой мелкой букашки, до самого мелкого вируса, до любого абсолютно вокруг. Но вирусы немножко по-другому устроены. Это вообще для меня загадка, для чего они созданы. И я приблизительно ориентировочно могу предполагать, что они созданы для того, чтобы менять как раз генетический материал. Стандартный для того, чтобы создавать что-то новое. То есть создавать мутации. Что касается всех остальных бактерий, любой простейшей, клетки растений. Сейчас изучают растения очень активно. Грибы – это вообще уникальная вещь. Да и растения тоже. Это когда начинаешь думать о том, что вот это вот одно растение, которое выделяет какие-то определенные вещества, влияющие на почву вокруг, и тем самым передавая информацию каким-то бактериям, эти бактерии вдруг появляются возле этого растения, когда им нужно. То есть у них какой-то происходит симбиоз. Иногда это не симбиоз, но они это делают для того, чтобы вот эти бактерии к ним пришли. Растения. Мы не знаем, что такое вообще наш мир. Мы не знаем, что такое клетка. Мы не знаем, как устроен вообще биомир. Он намного более сложно устроен. Кажется, что он простой. Нет, он намного более сложно устроен. И людей я больше сравнила бы с муравьями в плане именно обустройства или с пчелами. В плане обустройства именно грамотной организации. Но мы выходим за эти пределы и иногда становимся, скажем так, волчьей стаей. Иногда мы проявляем... То есть мы вариабельны. Иногда мы проявляем себя как вообще звери-одиночки. Что удивительно. То есть люди многовариабельны в этом плане. Почему мы выживаем? Потому что мы приспособленцы. Мы умеем приспосабливаться. Для чего мы умеем приспосабливаться? В этом мире есть единственная задача любого живого существа. Любого Абсолюта. Передать генетический материал. Это единственная его задача передать генетический материал. Каким образом оно это сделает? Вопрос второй. Но единственная задача любого существа живого передать генетический материал. Почему? Когда люди, многие, циклись на этой мысли о том, что я родила и дальше не знаю, что с этим делать и зацикливаться на этом. Потому что они основную свою задачу выполнили. А что им делать дальше? Для чего им жить дальше? И если у них нет установок, что дальше действительно жизнь может быть интересна, они погибают. У многих установка наоборот, что нужно работать как волны. Потому что им заместили ее в определенный период, жизненный период этого общества, в котором они жили. Им заместили эти установки на то, что человек создан работать. И когда он физически на заводе, когда он физически отработал на заводе столько, сколько нужно, он себя чувствует отработанным материалом, и у него пропадают мотивации. На самом деле, когда, если вы внимательно обратите, говорят, вот в России такие все измученные, скажем так, пожилые люди, а вот в Европе не так. Дело не в этом. Дело в ментальности. Дело в установках, которые людям делают. Люди пашут так же активно, еще и больше пашут в Европе, для того, чтобы в остальное время, когда им выйдут на пенсию, чтобы отдыхать. Поэтому они выглядят так. У них мысли другие, что им нужно выглядеть хорошо после 50 лет. У них даже мыслей других нет. Это все индивидуально, это все установки. Тоже касается Ютуба. Люди теми установками живут. И когда они смотрят видео, они смотрят эти установки. Своими установками. Исключительно своими установками. И если им что-то откликается, вот если мне что-то не откликается, я не напишу никакой комментарий. Если мне что-то откликается, или если я не понимаю, как писать мне, либо, вот я просто себя изучаю, либо мне хочется написать «ааааа», «ужас, ужас, ужас», либо мне хочется написать «вы светочек в окошке», «как же вы круто, вы все озвучиваете». А если ни того, ни другого не хочется написать, причем когда мы пишем негатив, мы готовы писать вот столько, или какую травмирующую ситуацию описывать, а когда мы пишем позитив, мы готовы написать «супер, класс», и так далее. То есть это опять же установки. Это то, что создано нашим мозгом для того, чтобы наше общество развивалось То есть ему так проще развиваться, так проще передавать информацию Почему? Потому что когда человек живет позитивно в отношении развития человеческого Когда люди жили позитивно, а что им друг другу передавать информацию? Она разве важна? Это позитивная информация на тот период, когда человек только становился человеком Она не была не важна, она не была не важна на протяжении веков, тысячи лет Не была не важна позитивная информация Для чего она нужна? Она никакую именно жизненную роль не выполняла А жизненную роль выполняла всегда негативная информация То есть передавать негативный опыт, ты спасешь человеку жизнь, который находится в твоем обществе, соответственно, может быть, для того, чтобы передать, в частности, генетический материал, потому что в основе свои люди жили общаком и мешались между собой. И постепенно понимая, что если брат с сестрой будут мешаться, у них будут получаться очень часто аномалии, дети умирать будут. И, соответственно, методом проб и ошибок люди научились, именно научились, все-таки разделять близкородственные отношения и отношения... Потому что, допустим, те, кто влиятельными были, они это не разделяли. Они были готовы терпеть вот эти генетические аномалии для того, чтобы передавать свой генетический материал и быть при этом на высоком уровне. Они сами этого не понимали, они готовы были на это. Потому что для них это было важно, быть в руководстве. Потому что веками им передавалось, что это важно. Опять же, установки. А у кого-то получалось так, неожиданно, по какой-то причине, в течение обстоятельств эти установки не срабатывали. И люди уходили, уходили в разные ипостаси, скажем так. Кто-то начинал огородничеством, садом заниматься и переставал там быть королем и так далее, отказывался от этого всего. Кто-то из-за любви это делал. То есть все по-разному. Но эти установки, они давались с веками этим людям, веками, что ты будешь вот тем-то тем. И когда людям эти установки даются веками, и они этими установками живут веками, им и проще воспринимать информацию, ту, которую им дает мозг веками. То есть негативную информацию проще воспринимать. Почему? Потому что негатив, он приносит пользу, какую ты выживаешь. Но вопрос в том, что с тобой может никогда не произойти ничего из того, что ты из негативного услышишь. И это важно понимать. Или с тобой может произойти все разом, если ты будешь на этом циклиться и создавать себе установку в поиске информации негативной. Это что касается негативной информации. Но она хорошо приносит деньги. Я ей говорю, что мы все сами строим структуру. Потому что весь этот таргетинг он построен в том числе далеко не ручками. Он построен ручками человека. А сейчас он уже строится не ручками человека. И люди очень многие этого не понимают. Все, что сейчас происходит, как реклама действует, это работает исключительно по алгоритму. И этот алгоритм, он меньше умеет ошибаться, чем человек. Это искусственный интеллект. Это GPT-чаты. Это системы компьютерные. Я в свое время чем только не занималась. Я изучала в том числе и HTML, и сайты создавала, и гуглом увлекалась. Ничего и только в моей жизни не было. Но вопрос в том, что поверхностно я не беру все, не углубляюсь. Когда я углублялась, мне нужно было детей спасти. Я углубляюсь в информацию. Когда мне нужно было что-то изучить для себя. Я углубилась в информацию. Но когда мне это не нужно, я буду по верхам брать. Для чего? Для того, чтобы у меня единственная задача понять, как этот мир устроен. Вот так вот. Я с детства почему-то мне это было важно. С чем это связано, вопрос. Но почему-то с детства мне было важно узнать, как этот мир устроен. Для чего вообще человек нужен. Вообще человек. То есть не я конкретно для чего нужна, а для чего вообще человек. И соответственно, если бы мне нужно было развиваться в этой сфере, я это делала бы клишировано, как это делают все. И когда пишут о том, что вот я не ожидала, что так будет, так получилось. Нет. Человек, который это все создает, он создает определенный контент. Даже если он не ожидал этого всего, у него есть насмотренность. И он смотрел А плюс Б, плюс С, плюс Д и так далее. Вот это работает. Его мозг работает. А у него была задача. То есть он себе поставил установку. Я хочу быть популярным. Как мне это сделать? Очень часто установки наши перекрываются негативными установками. Я боюсь быть популярным, поэтому я не буду этого делать. А у человека, который говорит, я хочу быть популярным, он себе говорит. Он делает установку. И негативную установку не формирует у себя. Это очень часто мешает нам в жизни. То есть чтобы не искать. Когда он создает себе позитивную-негативную установку, у него получается что-то посередине. Он не находит ни то, ни другое, либо находит все сразу. И у него каша в голове. В этом плане. А люди, которые четкую структуру знают своих потребностей, говорят, мне нужно быть популярным. Для чего вопрос другой? А именно, мне нужно быть популярным. Его мозг находит, как это сделать. В каком бы возрасте он не был, хоть в 5 лет. Если у него есть такая установка, такая потребность, у него нет зашоренности вот этой. А я не могу это сделать. Его мозг найдет, как это сделать. И так устроен наш мозг. И вот когда дети маленькие, допустим, если кому интересно, когда дети маленькие, они могут развиваться до 6 лет, мы активно можем ребенка вводить в этот мир и компенсаторные функции включать у него. Если я дефектолог по образованию, я всегда эту тему обожала. Для меня это было важно. Когда я поступила в институт во второй, то есть первый институт, меня просто родители, можно так сказать, силком запихнули. Но как силком, они меня не за шкировку привели, но сказали, что в остальном тебе помогать не будем. В остальном, давай сама. Я поступала одновременно на режиссуру малых театров, а мама у меня закончила это все. И когда я поступала, меня еще заведующая этим отделением, она меня звала потом. Потому что я перед тем, как поступить, я пришла к ней, была не очень уверена в себе, и пришла к ней и сказала, послушайте меня, пожалуйста. Прочитала я ей различные. И она говорит, она меня сразу узнала, хотя у меня фамилия другая, она меня узнала. Мама у нее училась, самой первой была ее ученицей, одной из самых первых. И она ее запомнила очень хорошо. И она меня сразу узнала. А мы-то отсюда уезжали. Это вот как это должно было случиться? 17 лет мы здесь не жили. И так случилось, что я пришла к ней. Она меня потом года два звала еще. Ирочка, давай. Но я одновременно, у меня экзамены между собой были с медицинским связаны. И на следующий день я должна была сдавать экзамен для поступления на режиссуру. И я просто-напросто для себя все-таки в приоритете выбрала медицину на тот период. Почему? Почему? Тут вопрос большой. Я не могу однозначно ответить. Не могу однозначно ответить до сих пор. То есть вроде бы изначально я думала, что только потому, что я хотела родителям благо сделать. Нет, мне медицина была интересна, всю жизнь с этим возилась. Я же самостоятельно выбрала. Без помощи родителей я выбрала, когда мы учились в девятом классе, надо было выбирать дополнительное образование, которое получаешь еще в школе. Я выбрала, как же оно правильно называется, медсестринское дело младшую медсестру. И я на младшую медсестру тогда отучилась самостоятельно. То есть мне это нравится, уколы там делать и так далее. Мне не нравится делать уколы. Я вынуждена это. Но это очень полезный навык. Вот, правильность. То есть я медсестрой никогда не хотела быть, хотя у меня по всем параметрам я была бы шикарной медсестрой. Но мне не хотелось никогда ей быть. Но мне эта тема была интересна. То есть изучить это все мне было интересно. Потому что это очень полезная навыка в жизни. И, соответственно, когда я поступала, у меня была очень маленькая база. Я прекрасно понимала, что мне будет дико тяжело. Мне об этом говорили. Когда я поступала, мне об этом напрямую говорили педагоги, что, Ирочка, тебе будет очень тяжело, тебе нужно получать образование. В итоге у нас не было финансовых возможностей на то, чтобы получать образование мне выше на тот период. И мыслей у меня таких не было. Если бы я была с теми мыслями, как сейчас, как молодежь сейчас делает, я бы сама заработала себе на образовании. Но у меня тогда таких мыслей не было. Я вообще не понимала. В 18 лет я не понимала, чем я хочу заниматься. Я маме помогала. Я в этом же периоде маме помогала с журналистикой. Я периодически с операторами, режиссурой занималась. Клепали мы совместно эти видео. Я озвучкой занималась этих видео периодически. Сюжеты какие-то маме помогала делать. И это было редко. По сравнению с моими сестрами это было редко. Но это было. И мне режиссуры нравились. Я обожала читать стихи и так далее. Прозу обожала читать. То есть я такой человек. Но на тот период я не понимала. Я разрывалась. Мне хотелось тем и тем заниматься. Но быть врачом я не хотела. Потому что у меня был негативный опыт. Я знала, что это такое. Я знала, что врачи женаты и замужем за своей работой. Я это прекрасно вижу и сейчас. И никуда это не изменится. И когда мои близкие подруги, допустим, что-то со мной разговаривают по этому поводу, они страдают от этого. Потому что невозможно быть одновременно прям супер хорошей мамой и при этом быть хорошим врачом. И они разрываются. И туда, и туда им хочется. И хочется дать максимум для своих близких. И я поражаюсь, насколько они действительно это получают. Я стараюсь не давить вообще категорически на них. Хотя бывало разное. За что я огромное извинение. То, что я на них пыталась давить. Вот. В определенные периоды. Это был мой личный грех. Моя личная установка. Что так можно работать. С человеком. Вот. Но в какой-то степени они на меня давили. Но смысл в том, что это установки какие-то. Но смысл в том, что врач, который действительно врач. У меня папа всю жизнь учился. Мы жили в книгах. Вокруг и всюду. Единственное, что ему действительно было интересно. Где бы мы ни были, мы у папы спрашивали. И я особо не об этом говорил. Потому что я все-таки училась в этой специальности. Поэтому, может быть, поэтому я получила образование. Чтобы быть поближе к папе. Чтобы папу лучше понимать. И я это получила. Вот это я получила. От образования. Вот. И мы с папой когда общались. Ирчик, привези мне, пожалуйста, книгу. Вот этому, вот этому, вот этому. Связано с медициной. И вот он постоянно образовывался. 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 Он весь в этих книгах был. Он весь в этих изучениях был. Он всегда учился. И у него на все остальное времени практически не хватало. То есть на жизнь оставшуюся у него времени практически не хватало. В том числе. Мы за счет чего с ними, скажем так, получали какие-то знания? Потому что мы рядом были. Не потому что он нас там учил. Меня никто не учил. Меня никогда никто не учил. Как что-то делать правильно. Я просто рядом с ним находилась. Потому что девать мне было некуда. Вот. Я поэтому Ира периодически сидела, пока он на приеме был. Я сидела и рисовала. А он прием вел. Вот то же самое касалось мамы. Мама в журналистике брала меня с собой. И я все время с ней. Вот. Она делает какие-то сюжеты. Она делает какие-то передачи. Она ходит к главам администрации. Она берет интервью у каких-то популярных артистов. И я все время с ней. И я вам так скажу. Любой человек – это человек. Вот что я для себя оттуда взяла. У всех есть своя мотивация. То, ради чего стоит сказать человек «ты крутой». И то, ради чего стой сказать, а я так делать не буду. Есть у каждого. Я не исключение. И поэтому я блогером не хочу быть. Потому что блогер – это человек, показывающий красивую картинку, ради которой дело, как я. Ты как мне в ТикТоке, когда я начала вот что-то делать. Я создаю видео. Говорю, вот, вот это вот так вот. И мне пишут в комментариях под моим видео. Я не хочу жить вашей жизнью. Или, нет, я не хочу жить, как вы. Или что-то в этом роде. Что значит, вы не хотите жить, как я? А при чем тут мое видео? При чем тут моя жизнь? Я вас не заставляю. Я нигде не писала, что живите, как я. Я писала, что так жить круто. Но для кого вопрос? Для вас, для меня, для соседа. Для кого-то это тоже, может быть, будет жить круто. Потому что я, почему пришла сюда заново? Потому что я тоже не смотрелся вот так вот блогеров. Но не таких красивых блогеров, а-ля красивых блогеров. А тех, которые реальность показывают. Но как бы не совсем до конца. Все равно блогинг невозможно показать до конца. Если вы показываете все, что происходит в вашей жизни, в том числе не очень красивого, вас не будут смотреть только за то, что вы не даете красивую картинку. Или ту картинку, которую человек ожидает. Люди, которые готовы смотреть миллионы, миллиарды и так далее, поддерживать, много поддержки, вы дождетесь в том случае, если вы будете показывать красивую картинку, но при этом с элементами жизни. Вот тогда вас будут действительно смотреть. Человека обычного просто так. Я смотрю, для меня поразительная женщина. У нее пятеро детей. Дети ей во всем помогают. Она здесь, в Орловской области живет. У нее свой дом. И она показывает, как она этим домом занимается. Да у нее дом. У нее дети. И да, не совсем все благополучно в плане того, что там где-то плитка подбита. Где-то, ну, то есть плитки, допустим, где-то нет. Дети ходят в одежде не от бучи. Вот. Но я смотрю, не счастливые. А им кайфово. Им нравится это все. А им там пишут, фу, как вы так можете жить. Ну, как они могут жить? Они счастливы живут. В отличие от вас. Потому что если вы говорите, фу, как вы так можете жить, значит, вы несчастливы. Значит, вы в этот момент несчастливы. Понятие счастья у людей разное.